Музыка Приветствую вас на канале Сельхозпеределкин Сегодня у нас 3 октября 2017 года Продолжаем мы уборку своих подсолнечников Сейчас уже очередь дошла до подсолнечников наших под технологию Экспресс Все предыдущие ролики с посевов, обзоров семян Как там было, чем обрабатывалось Увидите в описании под этим роликом по ссылочкам с соответствующими названиями В общем сейчас мы находимся уже на территории где посеян Толеда и Аурис Что по впечатлениям По впечатлениям значит не больше 15 центнер он даст Ну и то хорошо Дальше по внешнему виду Что Аурис, что Толеда внешне не отличается совсем По обрабатываниям нашим микроудобрениями разницы не вижу Где обработано, где не обработано Вот в той стороне, вот там вот до тех 4 домиков Я там участочек оставлял необработанный Пока комбайном края обходили Я смотрел разницы я не вижу зрительной Если зрительной нету, то я думаю значит эффекта никакого не заметить Так что минеральные удобрения наше спасение Никакие микро и макро там это все не наше дело Вот По грязноте, как можете видеть, не грязнее чем подсолнечники наши под Clearfield Уборочку этих подсолнечников можете видеть по ссылочке в верхней части экрана По заразихе или так называемому вовчку Не вижу вообще Вот сколько ходил, не нашел ни одного растения Слава Богу, и на том хорошо То есть то ли на поле нету То ли подсолнечник хорошо устойчив к этой заразе Вот Мещи есть присутствуют Ну не грязнее, короче, чем Евролайтинг Тоже придется два раза здесь бить БДТшкой нашей Планируем здесь сеять ячмень азимый Поэтому надо будет подготавливать хорошо почву Чтобы нормально посеять с удобрениями, естественно Вот К этому времени мы уже начали посев пшеницы Ссылочка тоже есть Сейчас выскочит, кстати, в верхней части экрана Можете посмотреть, что там, почем и как Значит, сейчас добавлю в видео вставочку небольшую По состоянию этого подсолнечника Что напрягает еще в нем Напрягает то, что он не ровно созревает То есть, очень много зеленого Уже октябрь месяц, когда мы скосили Евролайтинг Какого числа, я правда сейчас это не вспомню Ну давненько уже, неделю, наверное, или полторы назад А только-только вот, только-только позволило работать здесь То есть, мне это не нравится в этом подсолнечнике Тем более, по урожайности, где-то по пятнарику Думаю, только что на видео видно было Что он, ну, прозили немного Прозили не выскочек Неровные, неравномерные всходы были Хотя сивалка ложила нормально То есть, по Евролайтингу, если кто смотрел Там было все одинаково И всходы, и созревание Все, то есть, не было Ну, где-негде там выскочка А здесь, так называемых выскочек Ну, так, как я сказал, да Очень много Большой процент, процентов 20, наверное То есть, скорее всего, это качество пассивмата самого Шляпки у нас, сейчас покажу У нас такие, ну, как и мерили тогда Ну, всякие есть, конечно Есть и поменьше, есть и побольше Вот это вот пятнашка вроде бы Есть вот такое вот На что смотреть даже не на что 5 сантиметров в диаметре То есть, все-таки кажется мне Что, да, условия, конечно, строгие Тяжелые, точнее, без удобрений Но все же более дорогие семена в эти, да Гибриды в этом году показали себя лучше у нас Поэтому, наверное, все-таки нужно переходить На более дорогие семена Эти мы брали по 1600 гривен за пассивную единицу Ну, все равно По потерям у нас, ну, где-негде там семечку находил Сзади комбайна, ну, вот за граблиной, да, вот этой По выбиванию шляпок Вот, даже, смотрите, зеленковатая шляпка Вот такая вот, ну, выбивается, центр остается Ну, там совсем все пусто Но наполненность зерна, в принципе, не плохая Как видите, по шляпке Но шляпки разные Вроде бы Вот, сейчас покажу Конкуренции нету Вот, сейчас, сейчас, сейчас Хороший пример Ага, вот Смотрите, вот палочки Вот зелененькая Вот, два, раз, раз Как проволочки Смотрите, между ними Расстояние сантиметров 30 А шляпы, смотрите, какие Непонятно Следующая более-менее шляпка Поэтому все-таки семена Ну, не годятся, короче говоря Это уже, это что-то среднее Между самыми дешевыми семенами И получается Евролайт Ну, те, что подороже Да, не именно под Евролайт А вот те, что подороже Сейчас бегу, чтобы прикрыть двери В этом газончике Чтобы пыляка не пошла А, хотя ветер А, ветер нам в лицо Поэтому нормально все будет Вот, ну, убираем мы на Ниве Хоть чуть-чуть ее сейчас попробую заснять С под солнца, конечно, но ничего Сейчас перейду С нашей жадкой ПСП Здесь, конечно, все намного легче обстоит С условиями уборки и с потерями Намного меньше в жадке, чем На посевах кукурузы Видео тоже есть в Санне, как мы ее убирали Ну, потому что шляпы здесь-то повыше висят Но, тем не менее, с жадкой мы довольны Вот, сейчас покажу Вот еще вам Совсем вот зеленая шляпка Сзади, видите, она не высохшая Ну, нормально, выбивается По влаге лузается нормально На зуб Сегодня вот повезу На ХПП сразу сдавать деньги Нужны на солярку И этот Как раз узнаем, сколько процентов Я или же Замовлю словечко в продолжении ролика Если не забуду А нет, значит, напишу Или в описании Или же в первом комментарии Закрепленном под этим роликом Сейчас хочу вам показать семечки По грязности очень хорошо В принципе, не более 5% А то и даже и меньше Там где-нибудь палочка Вот Вот зелененькая С листочка получается Палочка тоже зеленая Она еще такая влажная Вот, семечка По крупноте Ну, в принципе, как лимогрейновская Примерно, вы знаете Ну, кто смотрел Вот по евролайтингу Опять повторюсь Есть вот Такие, крупненькие В принципе Натуру, правда, я мерять не буду Натуру измеряю сегодня На весовой На ХПП По весу Если тогда вот Натура была 400 граммов У нас что-то такое 380-400 То полная-полная машина Была 4200 10 кубов в кузов Ну, вот И Собственно Узнаем Какой сегодня Будет здесь вес Кстати Там вот Видосики Александр Интересовался Зритель За счет кузова Ну, что Кузов Как и писал Я в комментарии Метр двадцать Высота Бортов Чистая получается Внутри Плюс горочка Ну, ширина Конечно Длина кузова Стандарт И все Вот, пожалуйста Десять кубов И четыре тонны Подсолнечника Как минимум Нефиг делать Влазит Вот Так Как и сказал В принципе По Аурису Да, что разницы Не вижу Поэтому Скорее всего Не буду я Отделять его Отдельным Как бы Видом Да Будем уже Продолжать уборку Может быть Такие Завтра Поснимаю С СЖ По старинке Под музычку Чтобы было Видосик Как более Развлекательный И уже Общую урожайность Скажу и все Потому что Ну, не вижу я Разницы Там вот Межу Еле-еле Межу Нашел Где Аурис Начинается Но разницы Не вижу По шляпкам По этим Поэтому Не думаю Не стоит Заморачиваться Там С отрезанием Этого Загонки Отдельно Чтобы узнать Что там По чем По машинам По общему весу Узнаем уже То есть По накошенному Объему И будет все Нормально Как говорится Ну, где-то Сейчас В данном случае Толеда Я же говорю По пятнарику Где-то выходит Потому как Получается Тут Метраж У нас Длина гонов Такой же Как и на кукурузе Это 318 метров Тут получается Два круга И в бункере Ну, как минимум По шнек А то и выше Поняли Ну, то есть Это как Где-то там Ну, 800 килограммов Пусть будет Где-то так вот Должно быть Ну, чисто примерно Да Может даже меньше Ну, вот В таких пределах Туда-сюда Где-то по 15 центнер Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, что ж Сегодня у нас аж 24 октября уже Слава Богу Хоть еще 17-го года И мы Наконец-то таки докашиваем Этот гребаный подсолнух Под Экспресс Значит, сорта здесь вот эти Толедо Аурис Барса Там еще у нас на другом поле Будет оно неладно Короче говоря По урожайности Физически Получалось По 15 центнер Но Натура здесь Максимум 360 градусов В газоне В нашем Обычной семечке Нормальной С натурой 400 Я с горочкой Вожу 4200 А эта еле-еле 3600-3700 Влазит Так что Семечка Говно Созревание Говно Ровность Созревание Говно Почему так поздно Вот попали мы в снег Кто смотрел видео Об уборке Под Евролайтинг Подсолнечника Помнят Когда мы его убрали Еще Это бог за это Когда Уже и подзимы Повсходили А эта тварь Из-за того Что как бы Разное созревание Было Процентов 50 на 50 Ну Те кто как бы Смотрел предыдущее Видео Те помнят Если не смотрели То Для полноты картины Можете перейти по ссылкам Я там Поназываю название Сделаю все по-человечески Там будет все понятно Все говно Абсолютно Надо забывать Вот эту нашу Украинскую селекцию В плане подсолнечника Так точно Не хотят наши Украинские селекционеры Делать хорошие семена Так пусть же Они их сами Тогда и сеют И сами Блин Их и убирают Касательно кукурузы Только я ничего не могу сказать Потому что Моника у нас В этом году обрадовала Видео тоже По ссылочке перейдите Сейчас идем мы К сходам нашего Зимого ячменя Мастер зернограда Ну он точнее Двуручкой считается Это мы посеяли Тот кусочек Ну который уже успели Убрать еще тогда До дождей Как бы С начала ролика Да Решили посеять Посеяли и не зря Вот Сходы здесь уже появились Физически Это 5-6 сантиметров Роста Реально Листочек Немножко Сейчас попробую показать Так Сейчас Секундочку Листочки Такие широкенькие Ну то есть Развивается В принципе Культура И слава богу Но Сейчас мне Ячменя Здесь естественно Вот Без еды Ного дождю Вообще Дождей не было И сейчас Земля Сейчас я покажу вам Тоже Без еды Ного дождю Землю сейчас покажу То есть Там что вам покажется На камере Это все как бы Камера искажает А так у нас Дождей не было Вообще Ни капли там Ну подумаешь Промачивала На 15 сантиметров Ну разве это дождь Да это же дерьмо Правильно Это без еды Ного дождю Сейчас я вам покажу Юрга сразу дискует Хотим Что сделать Значит Сроки конечно Уже поджимает Но Здесь примерно Около 2 гектар Оставалось Подсолнечника Да Хотим рискнуть И посеять Все таки Еще ячмень Досеять Короче говоря Это все дело С удобрениями Все естественно У нас с расчета есть То есть Будь что будет Не будет ячменя Потом Залущую Весной Как говорится Будет такой Полупар Грубо говоря Да Вот А если нормально Успеет развиться Ну кто знает Какая погода будет Может конечно И мороз уже придут А может еще время будет Что этот ячмень Который мы допустим Снимать силу я не буду Посеем его Завтра Послезавтра Если не будет дождей Ну то есть Несколько дней Грубо говоря И поэтому Такой эксперимент Может быть прокатит Посмотрим Весна покажет Значит смотрите Вот у нас Это земля Без единого дождя Вот она Видите Она Она лепится Но это все вам кажется Это все не по-настоящему Это все без дождя То есть Реально Дождей не было Вообще капец Это все не по-настоящему Вам все кажется Ну точнее Здесь было Так вот Ну короче Фигня Это а не дождь То есть люди Это дождем Не считают И все То есть Будем мы так же Само не считать Это дождями Значит пошлите Пойду Покажу вам Короче говоря Сам подсолнечник Барсу мы тоже Еще не убрали Но она имеет Точно Абсолютно Такой же вид Как и это Вот счастье Это у нас тут Ауриз по-моему Сейчас Ну да Ауриз Здесь же все Значит Из-за чего Вот как видите Издалека Даже по-моему Мне кажется Видно Стебли Еще зеленые Даже вот До сих пор Октябрь месяц Боже Оно еще зеленое Сейчас По чистоте Поле в принципе Не грязное Как бы Ну нормально Даже чище Чем по евролайтингу Но Все равно Урожай не обрадовал Никак Смотрите Стебли До сих пор Зеленые Это все Мне кажется Я могу ошибаться Конечно Я же не этот Как я не Селекционер Я могу ошибаться Но мне кажется Это не соблюдена Чистота Гибрида Потому что Ну вот разные Кто смотрел Предыдущие ролики Повторю еще раз Вы видели Что там разное созревание Было Один уже цветет Второй еще нет Хотя земля Была достаточно Влажная На момент посева Сходы были В принципе Ровные Но развитие Культуры Оставляет желать Лучшего Поэтому Об этих семенах Мы забудем Это 100% 300 лет Оно как говорится Такое счастье Надо Только иностранцы И только От 2000 И выше Как бы Римми Показал себя Неплохо Это по Евролайтингу Но Естественно Нужно брать Не юг Агролидер Потому что Они уроды Еще те Как бы Вам Насыпят семян Надо брать Другой селекции Другого оригинатора Короче говоря Производителя Вот Что еще Ну в принципе За ячмень сказал За дожди тоже Да Так что Вот так вот Что здесь еще Будет В принципе На поле По сути ничего Да За посеве Я сказал Сразу же В общем Эмоции у меня Не самые лучшие Касательно Этого подсолнечника Потому что Еще Ни разу В жизни Мы В октябре В конце октября Мы не Убирали подсолнечник С такими проблемами Понимаете Поэтому Не катят Эти семена Да Мы сеяли Без удобрений Да Может быть Еще что то Но они у нас Были в одинаковых Условиях Теста Так сказать Поэтому Кто дороже Да Кто Лимогрейн Вот Обрадовал Нормально В принципе Подсолнечник Он был Одинаково В один день Зацвел В один день Засох Все Так оно и все И было В общем так друзья Все В принципе тут осталось Тридцать сотых Примерно По любому Мы его сегодня Уже догрызем Догрызем барсу Там полтора гектара О барсе Я конечно В комментарии В первом Закрепленном комментарии Напишу урожайность Там поподробнее Может быть Она что то и получше Но нет Там вид Такой же Такой же Короче вид В общем Ничего хорошего Всем спасибо За просмотр Вы были на канале Сельхозпеределкин Пишите комментарии Свои по этому поводу Что думаете Что Скажете Как говорится Лишним Ничего не будет Все Всем спасибо И пока Подписывайтесь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok